добрый мир вам добрый день христос воскрес последний раз воистину воскрес неполадка какая-то с интернетом было ну видимо скачет тут скорость видимо сейчас вроде наладилось игнать их ночь да у меня тут маленький ролик поставили ногами как его вывернуть можно у вас он на компьютере или где этот ролик находится рабочем столе вы в skype откуда брал там он нормальный вы мне его skype киньте его переверну и вам дам а как я вас кину а прям чат зайдите чат со мной ну вот это около демонстрации крана там открыть беседу справа это сейчас тут нет потом давайте дальше подавайте потом я хотел сохранить этот ролик там две девочки они у меня были в лагере это перевернем но играть да с того места где мы остановились траться экрана да не 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 нет зачем не надо как все а зачем это нам надо мы же сейчас будем вопросы так вопрос это я должен читать а как я буду считать а я подумал а так вы про нет 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 вы забыли вы просто сверните и все мне то не надо видеть что у вас на экране ну если не надо так то дальше я захожу сразу конечно так и было вопросы так вопрос это у нас по библии до 335 355 до 335 да как как подожди-ка это у меня тут она сразу перейти на на большую разве это может она совместить конечно просто 335 да давайте вот в его в новом завете 1 коринфянам 10 глава 25 по 28 стих написано «всё что продаётся на торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести ибо господня земля и что наполняет ее если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти то все предлагаемые вами ешьте без всякого исследования для спокойствия совести но если кто скажет вам это идолы жертвы на то не ешьте ради того кто объявил вами ради совести Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Вот, Игнатий Тихонович, вопрос. В наше время, что есть идоложертвенное, и вообще, о чем здесь говорит апостол Павел? Это вопросы задают люди, конечно, знающие Писание, что есть такое написанное. Вот, когда тут вели занятия в местной епархии Барнаульской, тогда еще был Антоний, первый епископ Масендищ, и оттуда люди наши ходили к ним туда, а от них иногда приходили к нам. И когда они приходили к нам, они свои те занятия епархиально называли кухонные посиделки. Писание не знает совсем. А это у нас на занятиях, вот такие, всегда задавали, потому что Библии были в руках при занятиях. Что сказать здесь? Если идоложертвенное, то самому надо узнать, а что такое идол? Ну, оно же ему и предназначалось. Также приносили жертву, клали мясо, воскуряли и прочее. Ну, допустим, у нас был такой один, пошел кришнаитам. Они там какие-то благовонные, такие приятные курения у них. А куривают там свои плоды, ягоды и всех угощают. Вот где-то они, допустим, так сделали и начнут продавать. А ты не знаешь же, он торгует и все. Ты просто всегда твори молитву. И соверши крест на знамени, на базаре бываешь, и все исчезнет. Это вредно быть на базаре. Как вредно? Ну, просто так ходить, шататься, узнавать. Феофан Затворник говорит, на лошадке когда едешь, тебе говорят, ну, 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 и скорее, скорее проехать. А то, что ты там стоишь целый день торгуешь и никакого вреда нету, это очень сомнительно. Это уже надо быть таким твердым и знать, что и как. Ну, тогда, как пишет в первом послании к Тимофею, 4 глава, 5 стихе Павла, потому что все освящается Словом Божьим и молитвой. И бояться не надо. Конечно, не надо придумать, как у старообрядцев. Вот голубь, если, то есть нельзя. А почему? А Дух Святой в виде голубя. Я говорю, а барашка едите, почему? А он, агнец Божий. А почему свинину едите? Ну, свинину это Бог осветил. А как осветил? А вот когда подавали ему желчь на кресте, то это свинина была. Так откуда же вы узнали-то? Во-первых, неизвестно. А потом в Израиле не держали свиней-то. Что, римские воины, что ли, думаете, свинарник развели у себя притории? Ну, выдумка чистейшей воды. Так что никогда не надо исследовать. А люди это теперь применяют так. Тут выступает один благочинный, Новоалтайская. Интересно, фамилия говорящая. Погиблов. Отец Михаил погиблов. Вот был тогда граф Блудов. Ну, прям вот, ну, когда давали-то фамилии-то, видели какая-то, вот, сын блудника идет. Блудов так. А он граф оказался. И при том, самый верующий. Вот тоже опроверг свою фамилию. Верующий такой, такие статьи писал. Ну, и вот здесь. Тебя призвали, он говорит. Ну, призвали, так сказать, позвали. Вот он говорит, если вы захотите. Так не ешьте для спокойствия, совести вообще не ходите. Он говорит, под Новый год. И положили тебе кусок мяса. Не говорит там, какой большой, маленький-то. Ну, чтобы никого не соблазнять, ты его съешьте. Рождественский пост недели до окончания. И съешь, чтобы никого не соблазнять. Ну, в первую очередь, ты соблазнил своим пришествием. Что тебе там делать-то? А тут заработки у попов хорошие, потому что зажиточные некоторые живут и ходят многие в храм. Для Алтайский край, это для них Эльдорадо. И вот я отвечаю тогда на этот вопрос, что отец Михаил, ты не надо было ходить-то. А уж если пришел, ты там сразу бери борозды правления-то в свои руки. Чего ж ты боишься-то? Вот сейчас у нас был митрополит. На меня слово, я подхожу, Владыка, благословите. Я первый обед-то проглотил. Там видно, как я подхожу, и через стол он благословляет, и рукой, и крестное знамение. А тут же я гляжусь семинарист. Локти на стол, и, ну, как неверующий, они еще не знают. Я сразу ему просчитал, что стыдись облокачивания на стол. Этого делать нельзя, ты бесстыдный. Он сразу раз и локти убрал. Если я вижу это не так, я скажу обязательно, если возможность есть. Так что не надо исследовать мясо. Говорит, я на базаре был, ну, пост идет, но я взял пирожок, а я не знал, что там идет с сардельками. Ну, еще исследовать, когда видно, что это мясо. Мясо при том. Там же видно, что не яблоки лежат-то. Ну, написано, не исследуйте. Исследовать это там незримо, отлагается что-то. Обкуривали там демоны, может быть, губами мазали его пирожок этот. Ну, а тут ясно, ну, лукавят люди. Умеют обходить закон, как и у евреев. В субботу двигаться нельзя. А по воде плыть можно. Вода сама несет. И они, говорят, когда свадьба бывает, а я, попадает на такой день, на субботу, так они, говорят, один идет впереди и на колеса льет. Льет из бутылки воду. Это уже все. Или если он куда-то едет, то под задницу положил грелку, а я на воде. Вот, ну, не придумаешь главное. На колеса льют воду. Это вот мы такие и есть. Не надо никогда лукавить. Ты, наоборот, ужесточай. Если сказано, так, Златоуст говорит, ты теперь не только не пей, а даже в воде себя ограничивай. Вот это дело. Как я ездил в Америку, и меня каждый раз, когда возвращался в Синод в Нью-Йорке, спрашивали, ну как, понравилось? Я говорю, нет, не понравилось. Я говорю, нисколько. В Сакраменто был, там, в Вашингтоне, в Сан-Франциско. Но они, видимо, между собой-то рассуждали, что же сделать ему такое. И меня отправили в монастырь, отвезли. Жорданвильский монастырь. Когда я вернулся, а епископы сидят тут. Ну и как, понравилось? Я говорю, очень. О, угодили. Даже не думали угодить. Я говорю, еще бы, ночные молитвы. Как они подвязаются, как работают. Там я и ходил, и печь, и смотрел. Мне это дорого, я пищник. Но они довольны остались. Я в монастыре побыл, и там выступление было на тему «Будущее русской эмиграции во свете Святой Библии». Вот это что-то расклеили везде. Я им привел данные. До одного дня все это высчитал. Сильно понравилось. Но это к делу не относится. Вот так. Это всегда надо на память говорить. Тимофею 1, 4, 5. Первое послание, 4 глава, 5 стих. Потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Ну, молитвы понятно. А Слово Божиим как? Ну, Слово Божие говорит, что можно есть теперь все. Всякое творение Божие хорошо. И ничто не предосудительное, если принимается с благоговением, молитвой. Вот это ответ. А вот у нас сейчас в Татарстане у мусульман вчера был праздник Курбан-Байрам. Они там барана резали. И сейчас вся Казань наполняется этим мясом бараньем. Вчера, ну, праздник был. Все друг друга поздравляют. Русские, татары, татары, русские. Ну, я, естественно, не поздравляю никого с таким праздником. Ну, обижаются люди. Они говорят, мы же с Пасхой. Ну, они так даже думают. Мы с Пасхой поздравляем, а вы что, не можете, что ли? Нет, не надо, скажи. Я не буду поздравлять. Не надо мне ваше поздравление. Он все равно воскрес. Как один татарин услышал. Русский идет, говорит, Христос воскрес. А татарин говорит, ай. Иисус, молодца. Вот. И мясо вот это. Его, конечно, христианам не надо вкушать. Я правильно понимаю? Абсолютно. Да зачем тебе туда ходить? Зачем, брат? У нас все есть. А если яблоки дают? Ну, яблоки своего сада, сорви там или как. Яблоки они в жертву не приносят. А это жертвенные у них. На баранье в рай едут. Ну, да. Я-то почему говорю, у меня дед по, ну, то есть по матери, по матери линии, они же все татары и родственников много, и они все мясо-то раздают. Ну, они там между собой. Я-то не беру. Но предлагают. Не зачем мы никогда на это? Обойдемся. Конечно. Следующий вопрос. Иеремия 31, 22. Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Вот что здесь имеется в виду? Кто такая отпавшая дочь? И как жена может спасти мужа? Ну, это опять же вопрос по Писанию. И по Писанию надо смотреть, что называется. Не только еврейки это, которые матерями стали. Сам город Иерусалим называется матерью, как матерь всех городов. Киев у нас здесь был. И даже всю страну таким же образом называют. Блудила такая, это называют по имени. И душа наша называется девой, обрученной Христу. Вот священник, когда снова крестится человек, и он говорит, сосчитавался ли Христу. О мужчине говорит. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих пишет. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою. Ну, бывает так, что мужчина, бывает, духом ослабевает как-то что-то где-то, и тогда Бог позволяет выдвигаться на арену борьбы с женщинами, которые мужественный дух такой. Мы считаем об этом в книге Судей, 4 глава, 6-9 стих. Девора послала и призвала в Арак, сына Авинаамова, из Кедеса Непалимова. И сказала, повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек, и сынов Непалимовых, и сынов Завуловных. А я приведу к тебе к потоку Кессону Сесару, военачальника Иоавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду. Кому, сказал он, Деворе, женщине. Ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь Ангела со мною. Тоже понятно, раз никогда не видел. Она сказала ему, пойди, пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора, и пошла с Вараком в Кидес. Вот как сегодня говорят, женщины на корабле заходят к несчастью. Бывает иногда на шампанское разбивают, но это глупости. Но все-таки, чтобы женщина заходила в подводную лодку, в Курск, как раз прощалась. Вот они сейчас стали припоминать, те, которые видели. Женщина говорит, я первый раз была в подлодке. А кто-то увидел, заворщал, зачем вы ее завели сюда? Несчастье, и все погибли. Вот женщине позволяется учить, когда муж ее сбился с пути, там запился, неверующий. Но только чтобы она знала Слово Божие, правильно учила, точно по Святой Библии, по Святым Отцам. Ну, самое-то главное, на что мужчина-то смотрит, чтобы ее кроткая была жизнь. В первом послании Коринфе, 4.35, говорится, если же она, женщина-то, хотят они чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. А сегодня не считает это даже. Первая тема пею, 2.12. «А учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвии». Все, вот это исполни, женщина, и она уже будет другая. Откровение, 2 глава, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты, попуская жене из Авели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенное». Вот такие у них были пророчицы тоже. И в первом Коринфе, 7 глава, 15-17 стихи. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как говорит, Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Ну, такой непутевый там муж, он по порядку говорит, так он потерял кафедру-то. А на ней теперь за кафедрой сама жена стоит и пытается спасти мужа. Ей не поставлена непременная обязанность обратить его, но и до отчаяния не доводить себя в виде его неисправимости. Павел говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? То есть вот этот вариант. Надо, ну, не заскакивай вперед. Да, он не слушает. Да, я ему говорил, он ничего не знает. Да, было, говорил, да, не слушал. А теперь у меня как-то вышли из занятий. Идем по улице, такой мужчина высокий, рядом идет. Как я вам благодарен. Вот я сегодня только поверил. Ну, внутреннее чувство благодарности у меня. Да, слава тебе, Господи. Поверил. А он даже помолчал, говорит, я поверил теперь, что я не верующий. Ну, это, я думаю, научил я его. То есть какая у него вера была, на занятиях он потерял эту веру полностью. Он понял, что ничего и нету. Все это через какое плечо подавать, вкрутую или в смятку варить яйца. И он, я понял, что я не верующий, уверовал в это. Вот так. Почему Павел говорит, откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Нам не положено знать это, чтобы мы не отчаивались. Ну, вот такой вот ответ даю. Все. Следующий вопрос. Что-нибудь известно из Священного Писания? Постился ли апостол Павел? Ну, и от Писания легко ответить, потому что, говорит, я постился очень много. Особенно во втором послании к Коринфянам, он неоднократно это говорит. 6-5. Под ударами, в темницах, в изнаниях, в изнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Постился? 11-27. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде. Часто в посте, на стуже и в ноготе. Ну, вот, пожалуйста, что он постился. Часто в посте. Часто. Вот такой и ответ. Согласно Слову Божию, ничего по-другому нельзя сказать. Часто в бдении. Да. Часто в бдении. Бдение это значит не спать, да? Не спать, да. Я раньше как-то это переносил, все. А сейчас нет. Глаза зажмуряются. Сердце стучит реже. И сон. Такой сон. Приятный. Ну, вы же все равно встаете в пол третьего. Да, в пол третьего. Как раз сегодня и стал пораньше, маленько в пол третьего. Позавчера я встал 2 часа, там 5 минут, а тут, кажется, было 2 часа 20 минут. Сначала ты не понял, думаю, вот это на... Да. Ну, вы днем хотя бы сидит, отдаете 7 минут? Ну, как не получается тут. Мне надо обязательно посидеть минут 20, закрыть глаза и я засну сразу. Прямо сейчас же. Здесь вот упаду, сейчас я усну. Я напечатаю и бывало уснул. Позапрошлым годом я 2 раза упал на клавиатуру, нос разбил, ободрал. Ну, ничего не сделаешь. Вот, еще 5 дней осталось до 80-летия. Да. Ну, можно будет сейчас вот закончить и 20 минут отдохнуть вам. На счет вот еще вопрос есть, все? Еще вопрос, еще. Один. В Евангелии от Иоанна 6,63 написано. Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю вам, я вам говорю. Суть духа и жизнь. Как вот понять эти слова? Ну, надо тут всегда помнить. Я говорил, как 4 вопроса задавать. Кто сказал, когда сказал, кому сказал, с какой целью сказал. Главная цель какая? Слово Божие сделать, чтобы понятным, живым. И на каждый момент жизни, чтобы оно касалось тебя. И было применимо во всех обстоятельствах, ситуациях. Ты не просто так знал, знал, а не знал, когда ставить, где. Потому что оно называется источником жизни, светильником. Ну, и должно все это сработать. Вот 2 послание Петра 1,19 написано. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Ответ-то дает, может, Широкий. Не для всех, а для русских, православных. Дух Божий влечет человека к небесному. А запросы Духа и Плоти, они всегда и совпадают. Вот Галатом мы считаем 5,17. Его плоть желает противного Духу. А Дух противного Плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Итак, что требуется для духовного роста, очень часто это содействует телесному преуспеянию, как Павел говорит. Второе корейфово 3,6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что Буху убивает, а Дух животворит. Вот за это все хватается. Буху убивает, а сами Писание-то не знает. Что Буху-то убивало, ты ее должен знать и претворить ее в духовном плане на пользу. Или Матфея 6,33. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его. И это все приложится всем. А все читайте, все остальное приложится. И машина тебе... Да нет, это все, это... О чем речь шла впереди? О питании и об одежде. Больше ни о чем. И это все, а не все остальное. Притом, и это все остальное, это... Вот и патриархов все говорят, и сектанты, и баптисты. Вот когда считают они там, 1 Коринфянам 8,8. Пища нас не приближает и не отдаляет. Я говорю, где вы это нашли? Ну вот. А там написано, пища нас не приближает, дальше нету. Он спрашивает, Петя, а у тебя как? Он говорит, у меня так. А как же братья так проповедуют? Она отдаляет. Через пищу и прародители вывалились из рая. Из-за ропота, из-за пищи не вошли в обетованную землю. И через пищу, ни продать, ни купить, будет дьявол скручивать рога. Вот. Который говорит Христос. Он не только к священникам-то говорит, а ко всем. И человек ощущается, просвещается. Ну, если упал, то поднимется через это слово. Я на 15,3. Вы уже очищены через слово, которое я проповеду вам. Так, подождите сейчас, молю-ка. Говори. Говори. Воестен воскрес. Да. Не знаю. Еще. Да. 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 Это он, значит, близко принял, что ты стоишь на улице, тебя выгнали, и что валенками до земли протаиваешь, а поп не пускает тебя за знакомство с нами, так? Да. Ну и больше он ничего не сказал, митрополит-то? Нет, он помнит ничего, и сказал, что я спросил, что я стоял, и вот здесь показалось, что мне место, и вот мне место показалось, и показалось, где где-то... Да. Да. Ага. да да и они повернули туда нет ну к этому не зашли хозяину то храма а ну ладно ладно ну надо усилить усилить молитву того молодец какой архиереет он отреагировал но да да но так я понял не на не на тут у меня запись идет но главное что они не 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 расстояние сработало ну молись молись алла отошел вот как попыгнул клочки ребрищинского района село клочки называется алтайский край и за то что эта женщина знакома с нами она нигде ничего не говорила там еще она приехала на родину в эту клочки купили дом и в храм ходить он ее не пускает чернодаров игорь потом он вроде спиридоном стал крайне невежественный как передавали о нем совершенно никакой и поставил задачу не пускать ее чтобы она вроде нас отвергла там или прокляла или что на года я на занятиях у игнатия тихоновича университете уверовал это я ничего не знала как я пришла то все удивительно было но ему это как говорят не по барабану и вот от нас уже из потеряевки он ехал архиерей со священниками заехал в этот храм и поспросил где она стоит зимой она говорит вот здесь а где летом вот такого я не ожидал что он заедет это тоже в его пользу главное вот как так он он ее выгнал даже как он не нажал не ранена александровна она как как он такой смелость такой набрал чтобы выгнать обычно же они не смелые а тут смелость ярый просто ярый мы там ходили приезжали на 8 машинах по все раздали там сколько там около 1000 допустим человек селе я не знаю и ни у кого нету с евангелия ничего воскресный даже не в храме 67 человек он разогнал всех он поп то совсем какой и натравливает ее и она говорит я же ничего не делаю нет она стояла в приходе это притворье он оттуда я вытурил что не заходи сюда это редчайший случай потому что везде проходной двор я на уже обращалась и тому кому и какому епископу относятся понич всеволод с украины и он его даже не выслушалка следует и ну дескать и правильно туда тебе дорога это и у нас ролик стоит она рассказывает подлинный лик московской патриархии зверонравные и она игры ты стоит что-то господь хочет сказать она год простояла сказала даже митрополиту вот этому и тоже никакой реакции не было второй год 3 4 года стоит на морозе на дожде и стоит храм пойти помолиться и все от была женщина одна которая против нее там натравила и она тоже он ее выгнал и теперь она с ниной вместе вот так мне она не стоит а за нее как бы это я мы говорим адрес все это ребрикинский район село клочки чернодаров но теперь он отец не игорь астеридон счет алтайский край бешеные попы это вот верит неверующие абсолютно это вот куда вы приезжали тогда есть ролик такой где они их вышло человека три-четыре они против сказали уезжайте уезжайте вам говорят нет это другое это там куда карабельниковская карабельники куда их крестные ходы каждый год идут икону одно животворили там окрас видели и она где-то была там на складе носит как это все прославили а это нет здесь другое мы приезжали на восьми на ромашинах самая человек 48 приехала мы охватили все село и уже договорились здесь встречается все перед нами закрыли и тогда там была у нас одна тамара вот которая валентина с артисон в америка в германии это тут она в щати усе участвует а это ее родная сестра и они вместе приезжали крещение приняли интересно был дождик только они приготовились воду сходить солнце как будто кто разрезал облака и облака как на одном месте стоят и в это отверстие солнечные лучи идут такое чудо было прямо невероятное и дождь видно идет везде вокруг а тут такая тишина и они приняли крещение все опять окно закрылась и по вот так вот было и тамара это а у ней муж ну что ну нет не нашего круга то а расположены очень и он работает спортзале там как физруком физруком в этой школе то и вот когда у нас для слова божия нет уз книга теперь у тебя там она есть а в самом конце написано сошьем россию из клочков о нашем пребывании там и он там был этот тепляков сергей он председатель или секретарь журналистов алтайского края был и вот эта статья у вас есть как раз там и как эта женщина зашла и стала выгонять уже из зала она никакого отношения но говорят наверно физруку дадут по шапке по его вот а которые направлялись против там кричали то они прям почему-то все примере никого нету как будто кто-то их отравил от злобы лопнули да вот то что с нами было в это время когда зашли зашла на там а в это время мы засчитывали газету известия там при народе там была напечатана речь патриарха кирилла хорошая речь что вы думали открыто свободу дали храмы полная а теперь никого нету надо менять тактику выходить на распутье дорог и проповедовать о заговорили как откуда же это вы узнали то на распутье дорог то и вот это все считали а в это время выгонять начали не могли выгнать побежали в омон звонить омон говорит ну кто они такие ну с города понаехать а что они делают ну сидят поют считают библию а мы-то причем ну чтобы выгнали ну за что какую-то статью нам надо и так и никто не приехал это православных так натравлю это там звонили они вот так а в этой который говорите там несколько человек там говорили игнатищик уходи который говорил священник уходи романта его и поставили епископом после этого епископа мы притом у него хорошие отношения были но нас увидел как будто мы конкуренты а мы все село это обошли но на 1000 допустим человек у них тоже 6 7 человек там приходят храм все во всем в селе нашли только два евангелия 2 1 бабка вытащил да у меня большая библия есть посмотрели это sonic сны разгадывать как евангелие даем евангелие а я думала это где записывать каких наших поминальник не надо еще надо нам отец роман скажет не взяла евангелие вот а вы очищены почему в аптесты другие ведут себя прилично они очищены через слово хотя не сектанты и ретики стучат стучат вам сейчас кто я валерию созвонился с ним все вы как приедете мы ему дадим знать он приедет конечно да и бульдозер у него в сибирском работает он говорит сейчас как они там закончат сразу в этом деле 2 и напилить помочь ошкулить завести 2 только слайды надо иначе вода подмывает и все на столовую там и дальше ну все тогда давайте ну по барнауку сейчас а потом домой нет это не проблема я же это все спокойно уберу а это племянник приехал мой вот который смотрим ролик тут стоит к нему новый дом осматривает из бы из бревен сделаны то оригинальное вот оригинальное конечно это дороже и все у него там такое как бы вроде в сторожке какой-то лесной и стол такой края не ровная как и доска есть но все это выглажено и печь такая да там он служил в президентском полку он как и я мы вместе служили там значит вот так вот его чищен спрашивает а почему в аптисе себя лучше ведут так больше знают потому что вы евангелия тяна 15 3 очищены через слово которое я проповедовал а от русских то людей и намертво нас спрятали 9 столетий вообще не переводили нету если каждый раз думаешь сколько людей то ушло которые считались верующему актер самых пастырь архипастыр это запрудили доступ к живительной влаги и вода мимо прошла и когда издали уже библию 1876 года и там ну террор что какой-то был и сегтанты сразу же у православных перекупили дали деньги и все отдали зачем она лежать будет евангелия тяна считаем 7 глава 37 39 стихи в последний же великий день праздника стояла иисус и возгласил говоря кто жаждет иди ко мне и пей кто верует в меня у того как сказано писание ищерева потекут реки воды живой это сказала на духе которого они имели принять верующие в него ибо еще не было на них духа святого потому что иисус еще не был прославлен а дух святой это дар а дары даются друзьям а люди были во вражде и когда примирились через жертву христа теперь только когда иисус проставил со страданиями в это время пришел дух святой вот как златоус объясняет мы все подменили помазанием прикрещением дух святой тут есть нет лишь бумазы то ну и как у мотовилов это остается посещение мастерей это друг этого серафима саровского свящий поиск предсказателей православной жизни можно прочитать номер 52 2002 года вот такой вот и даю и ответ а вот еще вот раньше я читаю когда евангелие вообще весь новый завет ну видно было что апостолы ну и вообще верующие определяли у кого есть святой дух у кого нету то тебя него сошел святой дух они знают сошел а сейчас почему такого нет почему сейчас если скажешь что ты там сошел на кого святой дух тебя сразу скажут и в прелести для знания это знание это утеряно как почему надо поп гордость прелесть а как раз у них гордость и прелесть ворде кричат держи вора как раз воры кричат больше то так и эти гордость и прелесть я сказал, я говорю, меня Господь избрал от детства. Это такая гордость. Ну, а кому же он пишет? Избранным святым Павел пишет Коринфянам. А там, говорит, дальше у вас такое блудодеяние, которое у мирских не слышно. Ради избранных сократятся одни. Много званых, мало избранных. Так мы избранные или званые? То есть ничего не знают. Упорные и злобные. У меня стихотворение есть такое, когда старухи костылями бьют по спине и выгоняют, кто спрашивает что-то. Вот так. Ну, почему вот утеряно вот это знание? Они же апостолы определяли, святой дух сошел на человека или не сошел. А тут никак это не определяется почему-то сейчас. Ну, как определяется? Определяется. Человек изменился. Главное перерождение. И видно, что он совершенно другой. А, видимо, языки, как пишет Ирине Илеонских, уже в третьем веке их не было. Все. То есть, Господь вывел на арену людей и дар этот так проявляться уже не стал. Нигде этого нету. Но было так редко где-то. Вот Ефрем Сирин пришел, много слышал о Василии Великого. Ну, это Сирин, Сириянин, а тот грех. И он забился, там в уголке молится, стоит. Господи, дай мне поговорить с ним. Вот не понимаю, стою. И все. А Василию Великого Бога открыл. Он послал служку и говорит, там в углу, говорит, в потемках стоит маленький человек. Призови его сюда. Когда призвал, призвал, говорит, что тебе надо здесь? Он говорит, чтобы мне понимать речь твою. А ты ее понимаешь. Я с тобой и говорю, ты, говорит, по-гречески. Он говорит, я не заметил даже. Вот так. Открыто было. Видя где. Вот у меня бывает иногда, было иногда, жена что-то там это, по-своему. А моя мама, Мария Егоровна, она скажет, ой, Надя, Надя. А если бы Игнатий-то не уверовал, что бы сейчас было? Вот, что бы было-то? За волосы, кчурки. Ну вот апостол Петр же определял, вот, допустим, Корнилию, когда сошел на них Святой Дух, потом, когда с Евнухом тоже сошел Святой Дух. Это как они узнавали-то, что он сошел? На других языках заговорили. Дух Святой говорение в языках давал. И при том, языки иногда были не только те, которые люди могли перевести ангельский язык, но перевод давался опять же через такой же дар, а из толкования. Я среди 50-ников обратился-то, и я это очень хорошо знаю, как они говорят. Сегодня подражание, это беснование. Ничего нету. Тут интересно, как этот Олег Стеняев, когда служил здесь, он рассказывает, ну и как-то попал на собрание там, 50-ники. Ну, он говорит, да, я тоже скажу. И давай считать заупокойную молитву на еврейском языке, как они толковать, или начали толковать. Это он говорит о том, как у нас хорошо, тут правильно. Он говорит, да это молитва, заученная мной, еврейская. Нет! Они его уже даже не слушают. Он говорит, еврейская молитва. Нет, это ангельский язык. Ну, вот так. Дети малые. Ну, ладно, Игнатих, давайте тогда 20 минут отдохнем. А теперь уже меня расшевелили, отдыхать неохота. Давай, считай. Ну, давайте я сейчас перезвоню, через 5 минут тогда. 5 минут. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok